Добрый день! Всех рады мы приветствовать! В этот первый день весны, начавшийся так солнечно. Сейчас немножко для удобства новой танцевой станции ушло в сутки. Большая радость видеть всех здесь сегодня, приехавших из разных мест Москвы и не только. Здесь есть гости из Казахстана, не только мы, а еще и представитель Тараза, бывшего Джамбула Сергей Горбачев. Один из самых старых друзей наших, который живет сейчас в Москве. Обещали гости из других стран, но вроде все. Москвичи с Алтая, Светлана, с Тюмени, Ольга. Ну, а остальных я, честно говоря, просто... Да все москвичи! Сегодня нашу презентацию начнем с того, что в первую очередь переведем слово «презентация» на русский язык. Это означает дарение, презент. Сегодня мы можем подарить другу радость общения. Случай, конечно, такой радостный лично для меня, потому что эта книга стихотворений на тему английских преданий, собственно говоря, родилась совершенно спонтанно и достаточно недавно. Потому что были какие-то наброски, были какие-то вещи, но сложилось все в один продукт буквально за последние года два. Так что сегодня будем читать вместе. Кто-то будет тоже выходить, рекламировать, и получим общую радость. И теперь, значит, в первую очередь еще раз я хочу выразить благодарность моему учителю Шриматаджи Нирмаладеи, благодаря которой, собственно, и состоялась сама тема этого вечера. Потому что, верите, нет, до того, как я познакомился со Шриматаджи и стал заниматься йогой, Индия для меня была, вот честно говоря, вот просто параллельный мир. Буквально, Митхун Чакра Борти, я его увидел там 16 лет, и даже само слово Чакра Борти, казалось бы, мы все это видели, все это слышали. У нас был Махмут Исанбаев, который танцевал танец солнца, индийские какие-то вещи танцевал. У нас были там фильмы Бродяга, все что угодно, Маулин, наконец, Рики Тики Тайя. Я сейчас данные свои позиции жизни я смотрю и вспоминаю, что это Индия и все эти вещи, почему-то у меня как-то не откладывалось. Ну, Индия и Индия, ладно. Но благодаря тому, что я стал заниматься, медитировать, и не только сама Индия, а просто красота и культура других народов, через получение самоорганизации, как-то стало доставать мое сердце, будем так говорить. Поэтому многие вещи пишутся на тему не только Индии, а и других стран, как Египет, допустим, или Иран, Китай. Потому что многие из нас присутствующие здесь, если не все, знают о том, насколько объединяющая и синтезирующая нить идет сквозь сердце каждого из нас, благодаря Сахаджи Йоги, который многие здесь, опять же, занимаются. Или почти все. Есть кто пришел сегодня первый раз, кто еще не знает, кто еще какой Сахаджи Йоги? Вы. Идут. А, вы. Будут. Идут. Но не важно. И поэтому из уважения к своему учителю я сегодня хотел бы начать презентационный вечер со стихотворения, которое записала Санаши Матаджи в 1930 году. И я попрошу Юлю Горьевич прочитать это стихотворение. Я хочу быть маленькой, как пылинка, которая летит вместе с ветром. Она летает везде. Может сесть на голову короля, а может упасть на чьи-то ноги. Она может лететь куда угодно и быть где угодно. Я просто хочу быть пылинкой, которая благоухая, которая питается, которая просветляет. Мой путь подарила мать природа темперамент мирный мне. Жизнелюбие, свободу, нерушимую извне. Безмятежно и беспечно пролетели детства дни. С благодарностью сердечной вспоминаются они. Удовольствовался малым, помогал другим, чем мог. Стадионов и спортзалов дорогим мне был порог. В восемнадцать как мужчине подоспел армейский срок. Пригождается поныне с испытанием тех урок. Человеческих познаний понимал я важность, но неосознанных исканий созревал плод плод. В девяностых тихий вечер в деревень как в раю волшебство случайной встречи изменило жизнь мою. Немудренно, ясным слоган, с чувством, с толком, не спеша рассказала мне о йоге просветленная душа. Размышляли мы о дрели, тонких знаний и судьбе. Мата Джиннир мало дейли прозвучало вдруг в лесбе. Фотография простая излучала благодать. Улыбалась как родная наставительница мать. Удивление для слуха, восхищение для глаз, ветерок Святого Духа испытал я в первый раз. Наконец-то натуральный получив ориентир изменил я кардинально прежний свой суетный мир. И теперь раз у нас столько музыкантов я даже предполагал давайте Омфургхуа умеем играть? Если не умеем мы поделим. Второй момент. Начинание любого дела всегда идет с того, что нам хочется чистоты, искренности и мудрости в наших поступках. Именно эти качества олицетворяет собой Шереганетта, который в юридийской мифологии представлен в качестве мальчика с головой слона. Там долгая история может быть мы еще к этому вернемся. Но о том, что Шереганеша имеет эти качества и может быть пробужден в каждом из нас это прекрасно и каждый знает. И сейчас давайте эти качества через восхваление Шереганеши уважим в себе. Шереганеша 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 высшего дашь. Вот ты, кто вселенную держит в руках, пошли мне везения в ратных делах, врагов моих грозных скорее усмири. Избавь мое царство от смуты внутри, богатство мое многократно умножь, душевные страхи мои уничтожь, империи наши и расцвет и размах, навек сохрани, власти бы Аллах, меня только ты можешь сюда везти. Фарик приподнялся, желая уйти. Еще не дойдя до двупорцовых ворог, услышал, как шахт его громко зовет. — Учитель, а что вы так быстро ушли, ведь вы не напрасно визит нанесли? Побудьте подольше, останьтесь на ночь, могу я наставник вам чем-то помочь? Напрасно пришел я сегодня сюда. Какая была мне на это нужда? Хотел я в палатах увидеть царя, да вижу теперь, что надеялся зря. Не мог я представить, что в царском саду обычного нищего нынче найду. Что может просящий мне большего дать, чем тот, кому сам я стараюсь взывать? Посредники здесь мне совсем не нужны. Пускай даже это владыка страны. Правитель самых честных правил в своем рабочем дневнике воспоминания оставил об этом мудром старике. Помог мне осознать тот случай, плодит как ненасытный ум приобретательстве пекучим любые виды алчных дум. Куда б тебя не поднимала твоя счастливая звезда, уму всегда чего-то мало, он жаждет большего всегда. Здорово, когда у страны такой победитель. И вот через триста лет, когда уже англичане пришли, во время Акбара их естественно еще не было, пришли англичане и себя великохозяева в стране, там как говорится Сахиб, белый человек и так далее. Но индийцы, народ, как мы сегодня пели по плодинку Сиганеша, они мудрые и сумели себя вести так, чтобы получать даже удовольствие, даже под винетом. Кувшин Акбара. «Сколько земли Индостану знали вражеских сапог. Греки, тюрки, англичане рвали в лакомный пирог. Много раз они пытались сделать вотчинный хорат, счет напылились, старались царь, священник и солдат. Люди и недостойно, приняв вызовы судеб, жили честно и достойно, на чужой мне зависть хлеб. Духа сильное начало, это был народ героев, впрочем, сильно выручало чувство юмора порой. В тихий вечер два сахеба гамки вдоль гулять пошли. Млело летним зноем небо, козы воду пить брели. Из кустов, растущих рядом, со расстояния в пять аршин, медным легким снарядом бухнул в ноги им кувшин. Нервные лица исказились, важных наших англичан. Оба сильно разозлились, крикнув гневно насельчан. Мимо шел крестьянин местный, понял, в чем проблема суть. И решил, остряк прелестный, в шутку дело обернуть. Плиз, сахеб, парней, простите за злосчастный сей сосуд. Лучше выгоду поймите, чем тащиться с ними в суд. Дрались там в кустах не просто эти двое бедняков. Слева, маленького роста, лидер сельских пареньков. Вечно ищет приключений, столько матери хлопот. Впрочем, мальчик просто гений, в жизни он свое возьмет. Где нашел кувшин он дивный? Стычка вышла из-за него, видно сразу, эксклюзивный. Значит, стоит он того. Триста лет назад в посуду мастер эту выпускал. Шахарбар ее повсюду делать больше приказал. Редко нынче встретишь это, где кувшин пострел нашел. Мать свою живет со свету. Слава Богу, я здесь шел. Вещи древние иностранцы, ценность вмиг определив, обратились к оборваться. Нам отдайте эксклюзив. Сделать надо так, ребятки, с видом строгих брек индус. Наши гости слишком падки на старьерке. В этом плюс. Знаете, что кувшин Акбара драки вашей целью вы. Только не отдайте дара. Фарец длинный к небу взнул. Шустрый малый брат идею очень творчески развил. Вещь, которой я владею, прадед в детстве мне дарил. На Мишу смотрю, сразу похоже. Ценность эта родовая. Пуще глаза берегу. Белый молдум. Понимаю. Что ж, тогда купить могу. Так простак, проказой мелкой, превратил игру в момент. Вышел выгодной сделкой, шумный этот инцидент. Предпочел улыбаться, видя глупость и вещизм. Чем серьезно вовлекаться, развивая эгоизм. Мудрой Индии предания вечно слушать я готов. В них основы и рождание, и духовности осток. Вот если бы наши музыканты что-то сейчас на тему ховали успеть, было бы чудесно, потому что сейчас самое шоу. Камер. Субтитры делал DimaTorzok 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 Нетрудно вам ответить сразу, спокойно молвил и мудрец, и кто не лжец и не хитрец, пузырит, что недоступно глазу. Сначала ж, молодые люди, прошу принести молока, вяжу я путь издалека, потом мы ваш вопрос обсудим. Вертел в руках он всяко к рынку, смотрел бы внутрь, встать и сяк, чесал затылок, дул в кулак, представьте вы себе картинку. Недолго умники молчали, вожак решился наконец, чего увидел там отец, ты в удивлении и встречаешься. Выходит, вот какое дело, подумал, тут я не вначале, поможет кто-нибудь мне чай? Решив мою проблему смело, не первый раз уже пытаюсь увидеть масло в молоке, пощупать, ощутить в руке, да видно попусту стараюсь. А открыто начала смеяться лихая наша молодежь, которую везде найдешь, которой надо развлекаться. Скажите, как это возможно, что в этот прогрессивный век, такой ученый человек, искал ответ совсем несложный. Любой из молока мальчишка сумеет масло получить, нельзя же столь наивным быть, ударившись в духовность слишком. Оно вскипеет должно вначале, затем даем ему остыть, брить просто кваши не добыть. Рецепта вы сего не знали? Потом все это мы взбиваем, трясем без устали, пока в конце концов из молока кусочек масла получаем. Отшельник только улыбнулся, кивая головой в ответ. Не хитрый, в общем-то, секрет, но темы важные он коснулся. Как масло получить нельзя, усилий не затратив много, увидеть в одночасье Бога, затея праздная, друзья. Присутствует везде Всевышний, в величайших атомах веществ, внутри у всех живых существ, незримый внешний и неслышний. Его дыхание наполняет явлений и предметов в суть. Людей во всем на верный путь Господь с любовью направляет. Кружит внимание напрасно вещей обыденных среди. Попробуй тонко и найди в погоне жизни, если ежечасно. Узрит, пускай поклонник формы, того, кто держит мир в руке. Ведь то, что масло в молоке всегда для вас являлось нормой. Сперва следите за собой, направив фокус ваших дум на то, как правит хитрый ум богоподобной душой. Учение, скромность, дисциплина, к познанию искренний порыв. Души сей истинный мотив откроет тайную картину. Слетят системные химеры, ведь истины не бывают двух. Откроет в сердце чистый дух, давая людям с Богом веру. Тогда лишенные амбиции увидят ясные глаза, чей взгляд острее, чем фреза, того, кто просветляет лица. Того, кто светом наполняя бескрайний космос и простор, творение всего мотор, прощаться в ритме заставляет. Добавлю я всего два слова, живущим в век наш непростой. Завет, который дал святой, сегодня актуален снова. Найдет в себе когда-то каждый желание высшее искать, а ищущие сумеет стать прижизненно рожденным двором. Время кто-нибудь засекает? Притча 2-3 минуты идет? Это хорошо. Часов нет, да, хорошо. Часов нет. Часов нет. Ты сказал, что мы засекали. А, ну, шагомерность будет. Надо на язык шагомерность будет. Сколько слов и минуты. Значит, была такая история интересная, что один ученик очень уж сильно проник со словами учителя о том, что надо во всём видеть Бога. То, что мы сейчас прочитаем, он как бы везде есть, он всё понял по-своему. И однажды, когда на пути его встретился огромный слон, произошла вот такая история. Глуша звуки джунглей привычной, поднялся вдруг грохот и шум. Прерывав наблюдение обычный, размеренный ход для дуб, трубя и ревя, словно бешеный, навстречу ему несся слон. Вертя головой, как помешанный, не слушал погонщика он. Решив посмотреть, позабавиться, герой наш на месте застыл. С животным, не в силах управиться, погонщик кричал, что есть сил. Несчастный, скорее, улепёт его, и растопчет тебя этот зверь. Бесстрастный, чем бюст терракотовый, остался монах и теперь. Наставник нередко рассказывал, что главный наш враг – это страх. Он нам постоянно наказывал, что Бог есть во всех существах. Какие судьбы тут превратности? Ведь Бог в нас обоих живёт. Какие тогда неприятности животное это несёт? Куражится, взгляд неприязненный. Вот буйство прослось в слоне. Но я только богобоязненный, другого нет страха за мне. Могло ли закраса сомнения в такой условленный ум, реальности вновь ощущения, монаху вернул прежний шум? Эпитетов и аллегории он больше уже не искал. У этой гротескной истории известный случился финал. Десятка, скажу неструсливого, поведанной в притче герой, добавлю, к тому же подсчастливой на свет появился звездой. Друзья отнесли пострадавшего в укромный пить и ашрам. Неделю почти умиравшему учитель был лекарем сам. Убил бы его окончательно ушастый индийский буян, давид на урок познавателенный, искателю жизнью был дан. Испытывал долгосметение, ведя на поправку больной, не видя в своём поведении ошибки пока ни одной. Устал он себя так накручивать, не зная, кого в чём винить. Но что ж, сложности надо озвучивать, или мастера лучше спросить. Большим для него откровением был стой филигранный ответ. Простые слова разъяснения и дельный короткий совет. «Подход твой к познанию тщательный, немало вложил ты труда. Слова мои очень внимательно выслушивал волча всегда. Вокруг всё, конечно, божественно. Создатель в тебе и во мне. Чудесно и даже естественно увидел ты Бога в слоне. Но как ты тогда в невзавидное попасть в положение мог? Принять не сумел очевидное. В погонщике тоже был Бог». Ну а теперь один из самых, наверное, любимых образов современности, судя по интернету, это кошка. Куда-нибудь не взгляд у всех аккаунтов. Кошки, кошки, котята. Вот кошка стала героем нашего следующего случая. «В индийском ашраме пушистый узел кот. Без всяких насущных забот и хлопот, Мышей этот кот отродясь не ловил, Любимцем всеобщим по дому ходил. Игривостью Васька людей развлекал, С достоинством вкусности с рук принимал, В наставнике строгом сама доброта Всегда появлялась при виде кота. Один недостаток и вовсе мешал. Не мог котафей выносить ритуал. Идет, скажем, пуджо, серьезный обряд. Начнет тут Василий играть всем по обряд. Лампаду погасит отважным прыжком, Что сядет перед шивой и машет хвостом. Забудут садхаки про весь протокол. Учитель спокойный, становится зол. Решение найдено было вскоре. Его закрывали в короткий, в синяк. Мяукал он, скребся, просился гулять, Но скоро смирился, привык мир отпадет. Дождется финального гимна, И вновь на волю несет его буйная кровь. С годами он вовсе не стал баловать, Куда уж старым прыгать, скакать. А люди из-за правила взяли себе, Носиться с коробкой за ним по избе. И пуджо не смели начать до тех пор, Пока не отправят беднягу во двор. Безжалостно время вращает штурвал. Однажды наш кот Богу душу отдал. С умятицу смерти своей он внес, По шраме острейше подняли вопрос. Никак невозможно обряд начинать. Порядок во всем нужно нам ожидать. Вначале кота надо бережно нести, Затем сидержителю гимны, по чести. Однако в цепи не хватало звена. Какая коробка без кошки цена? Проблему с подобностью быстро решить. Нетрудно кота на базаре купить. Изящнее прежнего был новичок, Охотничья поступь и дерзкий зрачок. Он нехотя так же в коробку влезал, Спокойный пуджарий обряд начинал. Божественный юмор пошел. Вид поклонения. Это про одного из величайших, Можно сказать, святых 20 века, Про которого немало рассказывал, Рамана Махарши. В чем разница между реакцией святого На то, что в этой жизни с ним произошло, На то, что замечает он вокруг плохого, На все, что безвозвратно в прошлое ушло. И между тем, как реагирует обычный, Незовершенный, пусть и добрый человек, Ответ которого нам более привычный, На зло, каким наполнен беспокойный век. Здесь приведу я в качестве примера Нередкий случай в каждом уголке земли, Когда отбросив все моральные барьеры, Себя так люди бессердечно ввели. Еще в столетии, в прошлом, где-то в середине, На юге Индостана Махарши жил. Раману там святым считают и даными, Достигшим йоги, духа и верховных сил. Однако и его с друзьями в летний вечер, Когда они гуляли вместе просто так, Минуту улучив у дома недалечие, Наемные избили за кривой нудяк. Когда ученики его с земли подняли И уложили аккуратно на кровать, Они в расстройстве крайне сообща гадали. Кто ж Рамитов вдруг решился наказать? Наставник слабый, улыбаясь через силу, Дрожащий рукой стакан воды беря, Сказав, что лишь любовь есть главная мерила, Просил учеников не волноваться зря. Единственный, вы знали образ поклонения, Которым преподносят пищу и цветы. Дубинки пусть не вызывают удивления, Мне ими поклонялись так из темноты. Имея к вам и к ним большое уважение И понимая в жизни правила игры, Я, принимая ваши знаки поклонения, Спокойно должен принимать и их дары. Ну да, сложно подумать, да? Ну сегодня прощенное Раскресенье, Так что в принципе, да. Александр Македонский и Саньесин Достаточно вещь длинная, Но я тоже эту часть прочитаю. Интересный для меня был в этом случае момент, Что оказывается его, Александр, Перед уходом в Индию, Сам учитель Аристотель, Единственный, кого услышался Александр, Так по большому счету, Это был Аристотель. И он, видимо, тоже, не знаю, чего достиг, Не достиг, но факт, что он искал тоже наверняка по-своему. И он просил у Александра Привезти из Индии реализованную душу, То есть того, кто познал самого себя. И, собственно говоря, Когда Македонский уже был в Индию, В Индии ему донесли, Что в джунглях нашли ашрам Святого Отшельника, Который все считают, что он познал себя. Сначала приехал туда один военачальник И сказал, Тебя приглашает Александр, Пожалуйста, проследуйте со мной Священник на выход. Святой сказал, говорит, Извините, я не поеду с вами, Потому что вы же не можете Ветер заставить дуть, куда вам хочется. Не хочу, и все. Если надо, пусть Александр сам приходит. И Александр среагировал В греческом таком стиле, как положено. Высокомерным показался, Ответ Отшельника царю. В морщины лоб царя собрался, Его и щедро одарил. Запоминающимся станет К нему мой собственный визит. Сопротивляться, коли станет, Пускай себя во всем винить. Охладевала понемногу Затмившая рассудок злость, Когда уверенный и строгий К приюту приближался гость. Охладевал им трепет странный, Ломая мысли прежних ход, Какого и на поле бранной Не ведал он за весь поход. Вдруг Александр очутился В густом кустарнике один Из ниоткуда появился В годах преклонных Сан-Ясин. Именовать великим стали Тебя народы разных стран, Кулак отведов твоих стали, Принесший столько бед и ран. Но подчиняющийся страсти На самом деле невелик. Ты, наслаждающийся властью, Зайдешь когда-нибудь в тупик. О, уважаемый Сан-Ясин, Пришел не спорить я с тобой, Я приглашаю. Ты согласен? Забрал, чтоб я тебя с собой. Непобедимость вас лишила Умение права уважать. Не существует в мире силы, Способной выборную поправить. Вмиг Александр разъявился, Услышав дерзкие слова. Рассудков прям, Старик лишился, Слестит несчастная глава. Предупредить тебя желаю, Подумай лучше, Сан-Ясин, Я непокорно, убиваю. Остался только шанс один. Неотвратимо накалялся От царя Ириши разговор, Но безмятежным оставался, Мудрец индийский до сих пор. Ты бесполезно торопился Ко мне по девственным лесам, Ты с опозданием явился, Себя давно убил я сам. Македонянин потянулся, Рукой решительный к мечу, Недопустимо затянулся, Ненужный спор, я не шучу. Что ж, попрощайся со своей Упрямой, слишком головой, Противоречить я не смею, Сказал Старик, Тобо гортворит. Перепугать меня не может Твой окровавленный клинок, И смерть меня не потревожит, Придет когда последний срок. Я обезглавленным тобою, Бестрастно буду наблюдать, Как голова сама собой На землю будет отлетать. Перенесла нас притча эта, Давно забытый всеми веш, Когда огромной частью света Владел могучий человек. О темперамент чемпионский, Сжигавший за собой мосты. Осуществил ли Македонский Свои заветные мечты? Осознавал ли он причины Ошибок пройденных дорог, И понимал ли, Что отныне Пред ним духовности порок. Ошеломляющее нечто Насквозь пронзило честный ум, И размышления о вечном Предметом стали царских дум. Он в ежедневнике представил Записки о событии том, Не потому ли он оставил Индийцам в их родины дом. Ведь достижение небольшое, Суставом рваться в чей-то храм, Реализованное душою, Наверняка он был и сам. Неоспоримо, Дух сильнее, чем эго, Сколь его не тешь, Что показал всего яснее Индийские лишии, Да ты думаешь? И сейчас я приглашаю Своего младшего брата Николая Прочитать вот такую вещь. Стихотворение «Кто я?» Как золото лихой старатель, Прямой, с характером борца, Искатель, он везде искатель, Идти готовый до конца, Ошибки честно признавая, К свободе духа ищет путь, Его зовет туда живая, Душеестественная суть. Хотя случаются курьезы, Порой ведущие до слез, Он принимает эти слезы, За жизни временный курьез, То жизнь мелодии певучей Раскрасит хочет будний плен. Один такой приметный случай Произошел в селении Н. Решив отправиться отважно На поиск собственного я, Сельчанин начал самый важный Процесс познания себя. А дабы вдруг не ошибиться, Испортив чем-нибудь игру, Искал, чтобы обратиться, Авторитетного гуру. Зачем себе искать Марокку? Куда-то в джунгли уходить? От вас, наверняка, неподалеку, От вас учитель может жить. Еще не ведая прогуны И свой сакральный божий дар, Удачлив наш подвижник юный, В чем сердце пышет к знанию жар. В соседнем квартале стояли Невзрачный домик и ашрам. Людей свободно принимали Два мастера, реальных там. Наставник первый оказался Простым чрезмерно, И ответ настолько легким показался, Что ученик ответил нет. Что в голове не помещалось? С утра у зеркала стоять, И полчаса, как предлагалось, Один вопрос лишь задавать. Сто раз сказавши, Кто я, кто я, Познаешь разве суть свою? Сие занятие пустое, Я только время зря убью. Не стал учитель в суе спорить, Сердцам не нужен лишний шрам. Свободен каждый путь свой торить. Зайди-ка в тур, Вон в тот ашрам. А царили на большом участке Порядок, чистота, уют. Строение, словно в доброй сказке, Сияли свежей краской тут. Законы строгие старались Жильцы ашрамы соблюдать. Работы разные занимались, Один пилить, другой копать. Наставник понял из рассказа Запросы, нрав ученика, Определив единой фразой. На сходный двор, идти пока. В работе радостно промчался Короткий, будто звук, денек. Доволен выбором остался, Нашедший гуру паренек. А шрама строгие порядки Пришлись по вкусу новичку. Судьбе навстречу, без огрядки, Поплыл он, как карась в крючку. Летел время незаметно. Родным уж стал скотильный двор. Но оставался безответным Вопрос главнейший до сих пор. Хотя исчезла постепенно Его оставшаяся спесь, Он признавался откровенно, Что не добился цели здесь. Уже пять лет без разговора Служу я здесь, о мой гуру. Скажите, обернется ли скоро Разминка в сложную игру? Учить меня вы не хотите? Или не пришел еще мой срок? Когда меня вы просветите? Когда начнем мы наш урок? В разгаре сын мой обучение, К учебе глухлишь, дряхлый пень. Имеет каждый миг значение, Оценки ставит каждый день. С годами ты освободился От иллюзорности оков, Не зря ты столько лет трудился И к постижению, готов. Занятие наше в продолжение. Ты перед зеркалом вставай, И полчаса без отвлечения Один вопрос лишь задавай. Кто я? Чистый дух? Чистый дух? Да. Мы сами не догадались. Эту песню написали еще в 90-е годы, если не ошибаюсь, Афанасьева, на мелодию Полет к Андорру. ПЕСНЯ 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 Я чистый друг, а-а-а, я чистый друг, а-а-а-а. Так красиво мы эту песню исполняли, пожалуй, с авторопов 90-х. Ну, честно говоря, все-таки кто-то же пришел, наверное, в первый раз, да? Ну, я так бегло скажу, что на самом деле откуда взялась эта тема? Не от того, что человек совсем ни к чему как бы холоден к вещам, к отношениям, к людям, к своим делам и так далее. Говорится о том, что внутренне, если ты непредвзят, ты можешь непредвзято смотреть на вещи и находить более истинные решения для самого себя. И эта вещь идет откуда, в свои корни еще в XII веке жил Алиш Амкарачари. И он тогда написал о том, что необходимо достигать этого высшего состояния, где ты не просто ограничен в своем профессии, не знаю, в возрасте, в религии и так далее, а идти выше. Вот представьте себе, в XII веке это было написано, вот я буквально кусочек зачитаю. Ом. Я не являюсь ни умом, ни интеллектом, ни эго, ни читка, ни ушами, ни языком, ни чувством обоняния и зрения, ни эфиром, ни воздухом, ни огнем, ни водой, ни землей. Я есть вечное блаженство и сознание. Я из Шива, я из Шива. И в один из дней или ночей, я уж не помню, когда было очень хорошо, родилась вот эта вещь по мотивам произведения Алиш Амкарачани. Роза и сквошь. Ну и сегодня мы хотели, чтобы пропустал Розу, но не ушли. Стесняется, и тем более здесь от мужского имени идет повествование. Так что чистый дух, хотя, собственно, только что мы говорили о том, что я ни мужчина, ни женщина, ни женщина. Не раним, не томим, не гоним, не любим, приходящий святым или мимом, не делим, не судим, ни своим, ни чужим, обитающий всюду незримым. Не прилив, не отлив, не сметлив, не сомлив, созерцая лишь в вечном блаженстве, не учтив, не кичлив, не красив и не крив, отражая отца совершенства. Ни страда, ни еда, ни беда, ни дуда, абсолютно ничем я не связан, ни среда, ни слюда, ни узда, ни звезда, материнской любовью помазанной. Ни ходок, ни седок, ни песок, ни кусок, и ни мало меня, и ни много, ни игрок, ни урок, ни порог, ни пророк, чистый дух, отражение Бога. И теперь мы давайте углубимся в самую, не знаю, это даже не просто даль веков, об этом, мне кажется, даже индийские ученые ничего не знают. Это было еще, наверное, до создания мира, так скажем. Смотря сегодня на гимнасток, на фигуристок, балерин, я вспоминаю очень часто, пример в истории 1. Прекрасно то, что не потерян в пути невест наглядный акт, пускай наукой не проверен на достоверность этот факт. Как символом в любви глубокой считается индийский тадж, вот так же с древности далекой известен Шива Натарадж. Пред ним любой маэстро танца лишь новичка сыграет роль, лишен манерности и глянца, он, тем не менее, король. Веками Шиву люди славят, как жизни вечного столпа, вселенные вращать заставят его ритмические па. Индийский город Чидамбара, Акашлингам он знаменит. Здесь, в честь божественного дара, чудесный храм давно стоит. Когда-то тут, в лесах Тимлайи, богиня Кали был удел, зверья и птиц водились в стаи, минулишь города предел. Хотя на стольких вражьих лицах богиня вызывала страх, она великой танцовщицей, слыла повсюду, в трех мирах. Насколько в битвах кровожадная и беспощадная была, настолько Кали гибкой, ладной, кружила в танце и плыла. Натура матери такая, от сотворения до сель, любить детей не потакая, с пути их зло сметать, как сель. Там, в Ягора Пратос, по Танджали, молились Шиве много лет, любовь и бхакти выражали, и гимн, и песен, и куплет. Доволен преданных служением, Тимлайи бог благословил, и самоличным появлением сердец желание наградил. Богиня Кали рассердилась, она хозяйкой тут была, уж как бы вдруг не получилось, что власть из рук у нее ушла. Реакция, быть может, странная, покажется на первый взгляд, но нужно, слогом у меня про странную, вникать в детали все подряд. Какие разногласия стали причиной породившей спор, однако вскоре Шива с Кали пошли на твердый уговор. Святого эпоса сказитель потомкам точно передал, что в танцах этих победителей права на землю получал. Кто станет в Чеданбаре лишним, здесь выбор был совсем непрост, судьей был Великий Вишну, в небесном споре высших звезд. Увидеть стоит дорогого, искусство высочайший пир, да представления такого не видел больше этот мир. Одной медали сторонами их бесподобный танец был. Напор Махеши, как цунами, отцовских выражений сил и динамичность Махакали, пластичность женственности такт в спектакль общий превращали борьбы без компромиссной акты. Мельчайшие нюансы ловит бесстрастной честности борец. На ком свой выбор остановит, влажных в Вишну, наконец? Не в силах присудить победу, судья в смятении сидит. Никто, свидетельские поведы, не знал тогда, кто победит. Но тут, свободно и игриво, оставив путанным прогноз, шпагат наверх исполнил Шива, как настоящий виртуоз. Могла бы, с Махом идентичным, ответить Калли на прием, но, посчитав позором личным, стоять вот так перед королем, она шпагат не повторила, отдав тем самым первый приз. Невинности и извечная сила превыше, чем любой-то приз. Пускай она теряла право на этот чудный край лесной, богиня не искала славы, победы низкой ценой. Натуры высшее единство увидеть зрители смогли. Ведь, представляя материнство и целомудрие земли, потомки, чтоб на пус мотали, исполнить тот нескромный жест, не пожелала Махакали, пройдя для нас достойно тест. По версии другой мы знаем, что это был семейный спор, Парвате с Шивой узнавали высокий замысел с тех пор. В своей игре они стремились урок другим преподнести, и люди искренне учились корабль жизни своей вести. Блажен, кто верит в идеалы, фундамент жизни возводя, Они крепки, в большом и малом, в других к совершениям ведя. Хотя я раньше был спортсменом, и совершенство тел ценил, На уровне сменился геном, мой современный тип не видит. Смотря, иной раз на гимнасток. И вот здесь мы незаметно переходим к воспалению, я лично это расцениваю, как реально воспаление величайших женских, материнских качеств, которые есть в этой вселенной, есть в каждом из нас. Потому что, несмотря на то, что мы мужчины, допустим, что такое женское качество у нас? Это сострадание, милосердие, изменение, как-то сгладить спор, по сути, женское качество. Так что во всех есть эта сила. Но иногда бывает, что женщины проявляют какую непобластную умную и сердцу силу, что даешься диву. Как однажды сказал Джаладин Руми, говоря о качестве женщины, он сказал, что по суфийским понятиям, по его шкале целостей, есть такое мужчина. Независимо от того, что в каком теле находится дух, мужчина, это, говорит, высший, достойный признание. И он сказал, что Мария, мать Мария, вот это, говорит, мужчина. То есть мы не понимаем, о чем речь идет. И вот королева Патмини, о которой сейчас хочется рассказать, она была в этом смысле настоящей мужчиной. Великие жены Пхаратова, древнейшей культуры оплот, ценнее алмазов и злата, богиня в вас сила живет. Такими в себе сохраняя ее в круговерте времен, и чести в беде не роняя, выжили в веков испокон. Глубокие мощные корни, завет мудрецов и святых, защитой служили от вздорных, идей, что ломали в их. Ваше слово, и вас, как посланец из рая, берет и отец, и супруг, в работе домашней не зная, без края усталость презрев и недух. Покой и уют сохраняли, любовью питая семью, молитвой мужьям помогали, работу проделать свою. Являясь энергией, шактой, успех от обеды любой, основываясь жизнью по факту, совсем не кичили с собой. Милей становились и краши, с другими достатками простив, признание мудрости вашей, стиха моего литмотив. Не нравов ценили свободу, а духа, что вечно живет, поэтому хвылкую оду сегодня поэт вам поет. В далекого века картину бесстрастно пишет глава, где в ярких событиях Путине смешались и факты молва. Под мини прекрасная сланка, распутав царицей была, изящной алмазной огранки сравниться бы, если не могла. Там было небесное что-то, манеры, походка, лицо. Увы, не оставила фото хозяйка мюарских дворцов. Но главное дело летело, упругая кожа и стать. Султана, однако, задело, красами тающая спать. Предателя речью введенной, в устомую жадность и страсть, правитель и ночной демно мечтает натешиться в сласть с игрушкой новых горений, царицей плененной страны, заложенцей грубой системы, несчастную жертву войны. Удобный, тем более, случай, под мини осталась вдовой, накрыла четверт темной тучей султанской орды боевой. Столица для них не преграда, когда есть особый резон. Правитель ссурит им награду, противника слаб гарнизон. В огне межособницы данной погиб подмыватель супруг, осады не выдержат явно ряды ополченцев и слуг. Надменный Хильджи Алладина, гонцы, прискакавшие в фор. С утра же, на ста паланкинах, царицы почетный экскорт, плывет неприятеля лагеря в процессе яркий поток. Сдаются, гляди, бедолаги, скользит меж костровший поток. В султанском шатре, возбужденный, Хильджи на подушках сидит. В успехе своем убежденный, он в зеркальце снова глядит. В его отражении ясном, позволив себя лицезреть, под мини, что солнце прекраснее, живьем будет радовать впредь. Волнение праздных мечтаний, волну политических дум, прервал чьих-то отзвук метаний и рубки начавшийся шум. А куда опасность явилась, тем более здесь, в шатрах, в шелках паланкинах укрылась четторская сотня с утра. Усилия вновь безуспешных, бесстрашных, лихих храбрецов, противник, конечно, сильнее, чем горстка безусых венцов. Пожертвовав всем без остатка, присяги царицы верны, вступили отчаянно в схватку последней надежды сыны. Попыткой своей опасной, надеялись выиграть бой, напрасных тысячи женщин с победой ждали домой. Условных не видно сигналов, и в радужеский лагерь тих, тишитая надежда пропала, четторо под рук бойни. Во всей своей царственной стати, среди матерей и сестер, выходит вперед подмыватель. Огромный предлею костер. В глазах исполинская сила, способная массу увлечь. Уверенность в них породила торжественно твердая речь. Погибли защитники наши, мужья, сыновья и отцы. И спью поднесенную чашу, узнают, пускай наглецы, что женщина может отважно стоять за свободу и честь. Душа матерей не продажна, богиня частица в ней есть. Меня он не увидит здесь слабой, глаза застерина глупца. Своё целомудрие дабы сегодня сберечь до конца. Войду я в горящее пламя. Священный свершив Джоахар, себя отдаю Богу Яне, прощай, мой любимый Девар. Придворные женщины следом пошли за свои врани. Делись королевой победой, и беды умели они. Смиренные, смуглые лица, страданий на лицах печать, однако не слышит столица, что кто-то пытался кричать. Затем горожанки простые смиренно предались судьбе, султану достались пустые плоды в его глупой борьбе. Доволен прожорливый молох, но разве сегодня о нём священного действия в сполах сияет маячным огнём? Земли благодатная Фемина, народа великого дочи, достоинство духа картину в любого отчаяния ночь примером своим освещает, и слабым опору даёт. Удары сердец учащает, и матери слабы повернут. Сейчас, кстати, вы что-то видел, вышел фильм, «Подмыватель» называется, посмотрите, хорошая картина, достаточно так, всё показано, как есть. давайте сейчас распоём. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Ёлка партина, айса чорная Ёлка партина, айса чорная Вольщина керри, айуи керри Айуи керри, айуи керри Мэй лис Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Озеро справедливости! Достойного сына стремясь воспитать! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вместо овала Субтитры создавал DimaTorzok 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 Грайпл даже померял Судучи бандитом А Миша воскал! А Миша воскал! А Миша воскал бандитом! Миша молодец! У проезжих без помех Обчищал карманы Совершая смертный грех Не щадил брахманов Раз индийский соловей Слышит сидя средь ветвей Как Эктар запела Звук чарующей струны Чёрта бы расстроил, взгляду сразу не видны силы Махайёга. Необычно разобрел супостат жестокий, к народе кряхтя подсел, сунув руки сбоку. Ты не слышал, может быть, здесь ходить опасно, я могу ведь и убить, как бы их несчастно. Деньги точно отберу, ценные все вещи, не ведут ни с кем игру, руки мои клещи. Пуст карманный, посмотри, богатеть не чаю, всё добро моё внутри, Марок отвечает. Поделиться им могу от души с тобою, и загнулась бронь другой мысленной борьбою. Кормит нас немало лет в дело на дороге, а в того же пользы нет, что нельзя потрогать. Ценности духовных суть выше несравнима, с ними нам не повернуть с латаной тропки мимо. Ты вот умный человек, а живёшь разбоем, сутки не смыкая век, жертвуешь собою. Гонит что тебя сюда? Голод, страсть наживо? Радость честного труда всем дарует Шива? Для людей, которые год путь в лесу опасный, ясен точно наперёд твой конец несчастный. Ничего другого я делать не умею, дома ждёт меня семья, за неё родею. Сын, жена, старуха, мать, кто кормить их будет? Всё за них готов отдать, пусть подчас не труден. Стоит ли родить за них этакой ценой? Встанет кто-то из родных за тебя ценой? Опыт вместе провести решено в их доме. Народ всех оповестил, что кормили в корме. Мастер ребусных задач сам зашёл к домашним, вызвав общий стол и плач о потере страшной. Сын скорбил слезой в руках о своей утрате. Лекарем себя назвав, вылечить их батю, Народ точно обещал, при условии малом. Громом жутким прозвучал, мозг пронзил, как жалом мудреца, бесстрастный слог. Нет причин букаить, коли из вас бы кто-то смог за отца оставить жизнь свою взамен его, он тогда проснётся. Ради дома своего делом много займётся. Хлеб насущный будет вам, всё вернётся в русло. Мир порой сродни весам, хоть немного грустно. Сразу стих и стон, и всхли, взгляды из подлобья. Каждый понял, как он вли, сцена бесподобья. Сразу заявила мать, даром возраст только. Мне прикажешь умирать, дел на нервном сколько. Жертву сына принесла я здоровье, младость. И ведь только мне жила так себе, чтобы в радость. Да, сынок меня любил за мою работу. Обо мне он должен был проявлять заботу. Следом нервная жена, не сдержав обиды, заявила. Я не должна стать за это обитой. Каждый тянет личный гуш, пропитание ищет. Я не ведаю, чем муж добывает пищу. За очаг в ответе я. И хозяйство в целом. Так нуждается семья в руководстве делом. Смогут, как свекровь и сын, без меня остаться. Нет увидимых причин с жизнью расстараться. Сын ответил. Без отца? Трудно нам, без спору. Мне отныне до конца дома быть опорой. К удивлению родных, ожил роднокажа, било в печень, мозг, поддых, жвучая вечара. Лишь для выгод личных я интересен ближним, близким. Участь в этом не моя, прозепать столь низко. Грабить ужас, наводить, гневить провидение. А в итоге получить от родных забвение. Нараза, хочу я стать чище и мудрее. Помоги себя познать, не приветствуй скорее. Приходивший к ним с небес, улыбнулся просто. И ушел из дома в лес человек-доростный. Муравьями облеплен, он стоял годами. Грех его был искуплен и прощен богами. Репетивный, тяжкий груз, вынес он без звука. Исковый душой союз принесла к науке. Имя вальник ему, в предах и куранах, Милой сердцу и уму, автор Ромаяна. Воспитал в приюте он сыновей шреситы. Славянин от них пошел, и народ кушитый. На Меркурии его имя носит кратер. Он величия своего сам создал орлатор. Наша жизнь что-нибудь простой, быстро пролетает. Планку с разовой высотой каждый выбирает. Ну честно говоря, когда начиналась эта вещь, мне лично он понравился первой фразой. На дорожке вы раскроете всякое бывает. Провальный для начала. Насик. Ну мы все как потомки сансквита, язычных людей, знаем, что насик это нос. Насик. Раскинулся около пуны и гости, и путь, и курат, о ком пели строки и струны, прекраснейший насикоград. О каждой любезной услугу, расскажет любой вишнуи, прошедшую древнюю югу, чем город их стал знаменим. В места, где сейчас мегаполис, едва ли мы в село бы нашли, тигриный там властвовал голос. Поля и сады нецелены. Теперь здесь поют арирама, и с полохом новых костров опять отражается драма в рассказах седых мудрецов. Царевич, наследник престола, безгрешный, исполненный сил, прошедший отменную школу, кого царский двор так любил, в четырнадцать лет в ссылке жуткой подломанную ветру провел с женой бесстрашной и чуткой и братом, что с ними пошел. Услышали ракши с исламки про три его незваных гостей, как будто тарантовы в банке, ожили от этих вестей. Ведь там, где является святость, там тьме наступает предел. Лишь тот, кто имеет предвзятость, подспорить бы с этим посмел. Явилась одна дьяволица, принявший красавицы вид. Давай возле рамы крутиться, притворно ему говори. Мужчина какой интересный, походка, фигура и сталь. Женой такому прелестной сейчас же готова я стать. Царевич в ответ улыбнулся, на брата лукаво смотря. Уж если сюжет подвернулся, его не упустят незря. Судьба, о прекрасной древе, мне вынесла свой приговор. И место на жизненном древе жена занимает с тех пор. Ответить без лжи и обмана, совет тебе дам я простой. Мой младшенький братец, лакшмана, гуляет пока холостой. Взгляни, какой парень приятный, и воин каких не найти. Суждения четкие, понятные, с ним точно тебе по пути. Простая ракша с ним мгновенно к лакшману направила пыль, и страстность скрывать откровенно она не нашла больше сил. Злодейка весьма похотливой и жадной настолько была, что брата, отказ столь учтивый, ее раскалил, забила. Она поняла, что смеются коварные люди над ней. Ну что же, они обожгутся, узнают, кто здесь всех сильней. Попутно дурной своей силой, на всех наводившая страх, разведку она проводила в густых махаражцах и лесах. Правителю Ланки, правами, сестру и родной приходясь, причиной всеобщих страданий являлась она отродясь. Бессильное внимание знаки, царевичей не обольстив, ушла была шурпа карнака, обиду в душе стоит. Но надо ж такому случиться, что в этот незначащий миг ситадж за свеж водицей пойти собралась на родни. Супругу причиной, считая любовных своих неудач, над Джанаку фурия злая кобылою ринулась вскачь. Лакшмана, как бительный воин, в секунду маневр пресек приемом, что бога достоин, наглядный не задал урок. Эх, знали бойцы Голливуда, юрк-китайский монах, искусство пришло их откуда, известное в прошлых веках. Не понял никто, что случилось, мгновением нож просвистел, Ракшасе лишь за нос схватилось. Метать-то Лакшмана умел. Невестки любимая охрана, из лучших спецназов спецназ, на память ужасная рана, подбитый трясущийся глаз, отмщением Шур-Макарнака, грозясь побежала на юг, где жил порождение мрака, раван среди верных слуг. Любой, кто читал Рамаяну, расскажет из схватки финал, из древней поэмы пространной сюжет я один рассказал. Напомнит история это, забавно даже весьма, бессильно пред силой света, какой бы ни была тьма. К тому же, заметно попутно, родной ведь славянов санскрит, не помнит никто, даже смутно, каким языком говорит. Любимая тема ученого, изучит, пусть данный вопрос, держала в руках отсеченным, негодница Насик, свой нос. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 ! 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 Северо-Москвы! Прошедите! Аплодисменты! Аплодисменты! Второй такой классный вечер! Значит, и от нашего, как говорится, вашему, мы хотели бы подарить, значит, две книги. Одна книга, написана самочем, я говорю словами, это писательница. Книга, это современная эпоха, написанная для, в данном случае, для вас. Вы не историк, а это только для вас. Значит, если это будет удобно, может быть, внесять в фонды для отечественных, пускай люди читают, это будет очень классно. Так что, вот, первый подарок. Спасибо. Второе, ну, естественно, что мы, главное, тема сегодняшнего вечера, мы скромно уже тоже. А товарищу вас, по-моему, столу. Спасибо. Ну и третье, сегодня пожарная служба не разрешала, конечно, все это дело нам зажигать, но я думал, где-нибудь дома вы это примените. Спасибо большое. Позвольте закончить наш вечер. Давайте желаем счастья вам. О, но после этого счастья, никого не выпускают, может быть коллективное фото. Звучит женский шаган. И где клужится снег жатой, Где моя гроза в крутой обои, Где поводу добрую, Ждем порой мы все. Чтобы было легче, В тот час, Очень важно каждому из нас, Очень важно каждому Знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, И народам зоны так и, Когда ты счастлив сам, Счастья в этом мире любит. И в небе там, А в поле огне, Где бывает очень рассвет, Где в дороге дальней, Часто скид за год. Нужно, что в жару и снегопад, Четверки, очень добрый взгляд, Четверки, очень добрый взгляд, Завидал тепло. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире đây. Продолжение следует...